Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире ЯТВ. Программа о людях и делах компании «Газпромдобыча Ямбург» в студии Константин Портных. Сегодня в выпуске. Смотрите. Процесс пошел. На Ямбургском месторождении строят МКУ. Вторую по счету. От трубы до губы. На Симаковском месторождении первая фаза обустройства. На контроле. На Заполярном проверяют санитарное состояние столовых. А начнем мы выпуск с актуальной для нашего региона темы. В конце прошлой рабочей недели состоялось торжественное открытие моста через реку Пур. Этого события ждали как жители поселка Уренго и Тазовского района, так и работники «Газпромдобыча Ямбург» на Заполярном месторождении. Теперь им не придется добираться до места на воздушной подушке или по понтонной переправе. На церемонии открытия моста была и съемочная группа ЯТВ. Сегодня большой день в истории Ямала. После него жители близлежащих районов будут говорить, ну это еще до открытия моста было. И именно сегодня, ровно 55 лет с момента открытия Заполярного месторождения. Как минимум, это символично. Как максимум, это завершение проекта на 5 месяцев раньше намеченного срока. Успели до межсезонья и за сутки перед днем дорожником. Преимущества моста в первую очередь оценят водители. Кто же еще? Дорога сократится, ну где-то примерно на полчасика. Если мы раньше на Заполярку ехали 4-4,5 часа, то сейчас уже, я думаю, за 4 часа мы спокойно будем доезжать. И все-таки по мосту намного приятнее ездить, чем к понтону. Для «Газпромдобыча Ямбург» капитальный мост не просто свяжет два берега. Он позволит осуществлять социальные проекты, а главное, он позволит безопасно, быстро и качественно доставлять пассажиров на наши объекты, грузы технологические, ну и, конечно же, сырье, которое добывается на нашем крупнейшем месторождении. Пять фактов про новый мост. Он объединит Пуровский, Тазовский и Красноселькубский районы округа. Стоит на 11 опорах и общая масса металлоконструкции почти 6 тысяч тонн. На отсыпку подходов к мосту ушло 20 тысяч автосамосвалов грунта. Длина чуть больше километра с подходами и насыпью почти 3. И пропускная способность Пуровского моста – 6 тысяч машин в сутки. Всего лишь два года, и сегодня мы стоим здесь, в этот день, на этом замечательном мосту. Это действительно пример того, когда мы ставим на Ямале перед собой цели, мы их обязательно реализуем. Это сделано благодаря государственно-частному партнерству. Из бюджета не взято ни рубля. Стоимость моста – 10 миллиардов. Инвестировали крупные банки, предприятия ТЭКО и мостостроители. Генеральный директор «Мостострой-11» Николай Руссу отметил, что все конструкции были изготовлены в нашем регионе – Тюмени. И это первый такой случай в истории компании. Просто мосты отличаются друг от друга, вот даже они одинаковые по контуру, но отличаются тем, что грунты немножко другие, климатические условия другие, способ монтажа другой. Здесь нам приходилось надвигать пролетное настроение, а на колевой монтировать в навес. Все причастные получили из рук губернатора награды, и на мост въехали первые счастливые водители. Легковые автомобили, мотоциклы, общественный транспорт, машины экстренных служб – для них проезд бесплатный. Для остальных – тоже хорошие новости. Те тарифы для крупных организаций, которые везут с помощью тяжелой техники грузы в восточную часть, они ниже, чем было исторически раньше. Это и выгодно для компании. Поэтому, мне кажется, тут победили все. Теперь жители восточной части округа будут пересекать Пур в любое время года и в любую погоду. Кто-то ждал этого события 40 лет. Теперь можно не стоять в очереди на переправе и успевать на ЖД-вокзал или в аэропорт Нового Уренгоя. Кстати, аэропорт газовой столицы – следующий большой проект Ямала. А пока эмоции от тех, кто уже пришел пешком с того берега. Отлично! В ожидании командировки на Заполярное по этой дороге Константин Портных, Дмитрий Шолохов, Андрей Снегирев, Пуровский мост, Новый Уренгой. К теме ближайших перспектив. На пятом промысле Ямбургского месторождения идет строительство модульной компрессорной установки. Это вторая такая установка на объектах общества. Первая, изготовленная на заводе «Казань» компрессор «Маш», расположена на кусте газовых скважин номер 611 ЕНГКМ. Она введена в эксплуатацию в прошлом году. Новая МКУ, на этот раз пензенского производства, уже доставлена на месторождение. Сейчас на кусте скважин номер 506 строители готовят свайное основание будущей установки. С подробностями наш ямбургский корреспондент Неля Хайрудинова. На ямбургском месторождении появится еще одна модульная компрессорная установка. Площадку и фундамент для очередной экспериментальной МКУ сейчас готовят в районе ГП-5. Это один из старейших промыслов Ямбурга. И в будущем он одним из первых столкнется с трудностями добычи низконапорного газа. Газовый промысел номер 5 стоит на самом куполе. И у нас уже на кусах газовых скважин давление все ниже и ниже. И для эксперимента нужно было что-то выбирать наиболее, так сказать, оптимальное. Выбрали нас и 506-й куст, потому что он, в общем-то, территориально расположен очень удобно. Дорога рядом, линии электропередач будут рядом идти. И не так далеко до промысла. Еще летом строители отсыпали площадку под МКУ. Сейчас на ней работает буровая техника и экскаваторы. Подрядные бригады готовят свайные основания для ограждения. Перед этим еще погрузили три испытательные сваи. Они должны набрать температуру, то есть должна быть отрицательная температура. И только после этого будем нагружать уже испытательный стенд, ставить на них, как будут себя вести, то есть нагрузки будем проверять. После погружения сваи для ограждения и линии электропередач строители приступят к сооружению фундамента непосредственно под МКУ. Ее уже доставили на месторождение. Установка реализована на базе российских комплектующих. Система автоматического управления также отечественной разработки. Оборудование и системы прошли комплексную проверку и испытания в заводских условиях Пенс-компрессор МАШ. Валерий Глебко несколько раз выезжал на завод и общался с производителями. Заказчики оборудования высказывали свои пожелания и рекомендации. Практически, наверное, я могу сказать, процентов на 98 было все учтено. Сразу принимались такие нормальные, что называется, адекватные решения. Никто не вставал в позу, что типа вот вы там что-то себе придумали, а мы это сделать не можем. Нет, все рассматривалось. Поддержать технологический режим работы обводняющихся газовых скважин на необходимом уровне и обеспечить оптимальную транспортировку углеводородного сырья от кустов до площадок дожимных компрессорных станций. Главной задачей – внедрение на объектах «Газпромдобычи Ямбург» системы распределенного компримирования. Компрессор МКУ обеспечивает нагнетание подаваемого на него газа до 9 килограммов на квадратный сантиметр. Ну, сейчас мы тянем ДКС, поэтому еще 4 килограмма на входе. Пока терпимо, но надо, что называется, спешить, потому что когда уже упрется, что скважины начнут останавливаться, то уже будет поздно. Как только свайное поле будет готово, оборудование МКУ доставят на куст газовой скважин номер 506 для монтажа, наладки и проведения приемочных испытаний. Но пока есть отставание по графику. Много времени у строителей занял процесс согласования. Сложности с чем? С документацией в основном только. Потому что генподряд взяли первый. Немножко вот эти моменты еще не все разобрали. Пока только набираемся опыта. Вот в этом сложность. А больше, я считаю, сложностей нет. Как говорится, только бери да делай. Реконструкция газосборной сети Ямбургского месторождения с применением МКУ предполагает только на пятом промысле внедрение 13 модульных компрессорных установок. Всего же их планируется 52. Нериха Ирудинова, Денис Кувардаков, Ямбург. И в продолжение темы «Перспектив общества». В этом году началась активная фаза обустройства Симаковского месторождения. Это совместный проект компании «Газпромдобыча Ямбург» и «Русгаздобыча». Его оператор – «Русгаз Альянс». Большая часть газоносных пластов залегает в акватории тазовской губы, остальное – на суше. Летом туда можно добраться только вертолетом, а когда выпадет снег, то по автозимнику. В теплое время шансом там побывать воспользовались руководители и профильные специалисты нашего общества. Про то, где все только начинается, наш следующий сюжет. «Русгаз Альянс» В этом году началась активная фаза освоения – бурение. В холодное время организовали зимник, завезли технику и она заработала. Пробурили первую эксплуатационную скважину, чтобы узнать свойства пласта и сверить с прогнозом по добыче. Скважина была пропурена по системе пилотного ствола. На начальном этапе, значит, бурили пилотный ствол, получили геологическую информацию. Миллион сто скважина спокойно дает. И ее возможность в следующие три года выйти на режим работы в миллион шестьсот метров кубических в сутки был подтвержден. Синаманская залежь схожа с известной нам на Ямбурге и Заполярном. Различия в глубине залегания. По проекту первой очереди обустройства всего пробурят и введут 19 скважин. Снабжение отладили, дальше проще. Сейчас груз идет речным транспортом, баржами. Завозится прямо практически на Симаковское месторождение, где идет выгрузка. В общем, практически на 100% груз уже завезен в летний период навигации. Подрядчики уже отсыпали площадки для дорог и других первостепенных объектов, засевают свайные поля, закупают оборудование, готовят трубы для будущего газопровода. Его проведут на 125 километров до компрессорной станции Ямбурская. Но первая фаза этим не ограничится. Будет построен жилой комплекс, также будут вспомогательные инфраструктуры, вертолетные площадки, автодороги, линии электропередач, джинная компрессорная станция, электростанция собственных нужд. В планах построить установку комплексной подготовки газа с годовой мощностью 7,5 миллиардов кубометров. Будут еще две стадии освоения Симаковского с постепенным увеличением добычи, и их уже держат в уме. А пока руководство компании и профильные специалисты регулярно инспектируют строительство и наблюдают. Опыт работы и проводки таких скважин – это подготовка к освоению Каменномыского моря. Там скважины будут чуть длиннее, чем здесь, но опыт как раз будет осмысленный и применен. О том, как осваивают новое месторождение, рассказали и еще расскажут Константин Портных, Андрей Снегирев, Дмитрий Шолохов, Симаковская, Новый Уренгоем. К другой теме. По поручению филиала НГДУ с начала августа на промыслах заполярного месторождения проходят проверки санитарного состояния столовых. Еженедельно противоэпидемические меры на местах контролируют газодобытчики и работники медико-санитарной части. А еще мой коллега Дмитрий Дугинов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество дезинфекционных средств, асептики, антисептики, соблюдение работниками мер безопасности. Наличие дезинфицирующих средств контролируют так же, как и их применение, например, примойки посуды и влажной уборки помещений. А привычный термометрический контроль, социальная дистанция, маски, перчатки на газовых промыслах уже давно стали формой обязательного взаимодействия. Конечно же, здесь все взрослые люди, конфликтов не может быть, все знают, что есть поручения, все заботятся о своем здоровье, соблюдают дистанцию, соблюдают масочный режим, средства гигиены. Все при входе обрабатывают руки антисептиками, соблюдая дистанции, рассаживаются согласно указанных мест на столовой. Чтобы не пересекаться в столовой, газодобытчики составили график приема пищи для каждой службы. Теперь получается, что на завтрак, обед и ужин одномоментно в зале присутствуют от силы человек 10. Наличные деньги в прошлом расплачиваются исключительно бесконтактным способом. Наличных нет. У нас поставлены терминалы, мы работаем по терминалам, расчет идет только через карточки. Внешний вид обслуживающего персонала в столовой проверяют так же тщательно, как и наличие антисептиков. Замечания устраняют на месте, не доводя до официальных предписаний. Обязательно хождение на рабочем месте в шапочках, в масках защитных и в перчатках. То есть на раздаче присутствия этих защитных средств обязательно. Индивидуальная упаковка хлебобулочных изделий, персональная выдача приборов, расстановка мебели. Одним словом, у представителей рабочих комиссий даже в маленьких столовых проверять есть что. И несмотря на хорошую подготовку оператора питания, дополнительный контроль на производственных объектах, особенно в межсезонье, пришелся по душе каждому работнику. Дмитрий Тугинов, Заполярное месторождение. Продолжаем выпуск и продолжаем рубрику «Знакомьтесь, Заполярное». Посвящена она 55-летию со дня открытия месторождения. При его обустройстве планов было много. Что удалось, а чему было сбыться не суждено. Смотрите. В 90-х годах «Газпром» решил, что разрабатывать заполярное месторождение будет молодое предприятие «Ямбург Газдобыча». Оно на тот момент занималось ямбургским месторождением и решило здесь же построить определенную копию поселка Ямбург, построив большой вахтовый поселок, протянув сюда железнодорожную ветку и построив даже аэропорт. В центре жилой застройки планировалось поставить культурно-спортивный комплекс. Однако на дворе стояли 90-е. От части планов пришлось отказаться, поэтому сюда сегодня не летят самолеты и не едут поезда. И КСК стоит не в центре жилой застройки, а с краю, поскольку там тысячники так построены и не были. Зато все производственные планы были выполнены в полном объеме. К теме здорового образа жизни. Человек-идущий, так назвали организаторы Лиги здоровья нации, всероссийские межкорпоративные соревнования по фоновой ходьбе. Проводятся они в рамках программы физической активности. Соревнования командные и работники «Газпромдобыча Ямбург» решили поучаствовать. Давайте посмотрим, что у них вышло. 15 октября стартовал всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе «Человек-идущий». В течение месяца шагать в ногу с участниками команд со всей страны. Будут 50 работников «Газпромдобыча Ямбург». Для меня это что-то новое и интересное. Знаете, со всей России можно будет посоревноваться с людьми, посмотреть, кто там, у кого боли больше, походить, попытаться занять лидерские позиции. Я сам веду активный образ жизни, много хожу и хочу задокументировать, насколько максимум в день я могу проходить и за месяц тем более. Просто никогда до этого не подсчитывался, не задумывался. А здесь такой стимул, спортивный интерес очень заинтересовало. Название команде выбрали «Говорящие» – «Северные ходоки». Вошли в нее люди самых разных профессий – из Новозаполярного, Ямбурга и Нового Уренгоя. Те, кто по долгу службы много передвигается, и, напротив, те, кому приходится проводить много времени за монитором компьютера. Сделано, наверное, в определенном смысле это намеренно, чтобы в рамках одной команды люди друг друга поддерживали. То есть те, кто мало ходит, могли обращать внимание и стремиться к тем, кто идет быстро. То есть своего рода такой командообразующий дух, чтобы те, кто по разной причине до этого двигался меньше, имел какой-то мотив, мотивацию заставить себя двигаться больше. А в дальнейшем, может быть, и принять для себя это как норму жизни. Все передвижения участников будет фиксировать специальное мобильное приложение. В нем можно следить за своими достижениями – шагах, километрах и сожженных калорий. А также видеть результаты напарников по команде, чтобы не отставать самому или подгонять других. Вдруг кому-то нужна поддержка или компания для прогулок. Я, как владелец двух больших собак, вынужден совершать активные ежедневные прогулки в любую погоду. Дождь, снег, ветер – они погоду и природу любят любую. В Новом Уренгое еще есть где разгуляться. В ахтовых поселках с этим сложнее. Территория небольшая, маршрутов немного, пейзажи однообразные. Да, в Ямбурге и на Возаполярном нужны другие источники для вдохновения на пешие прогулки. И они у участников есть. Что касается, допустим, ходьбы оздоровляющей, то я где-то прочитал о том, что как бы не так бег, не так, скажем, велосипед, как ходьба, но благотворно сказывается на твоем самочувствии, на состоянии здоровья, на общем тонусе и на трудоспособности в том числе. Ходьба. И я должен сказать, что это действительно так. Вечерняя ходьба помогает оценить вообще пережитый и прожитый день, сделать какие-то выводы для себя лично. Опять же, повторюсь, может быть, построить определенные планы на следующий день. То есть прийти потом домой, эти планы нанести на бумагу, записать, с утра прочитав и в течение дня заниматься тем, что ты наметил. И опять же двигаться ногами или по-другому к достижению намеченных целей. В общую копилку команды каждый ходок сможет принести в день не более 25 тысяч шагов. Для понимания это 15-20 километров. Большее количество будет расцениваться как профессиональный спортивный результат. А это все-таки не спортивные состязания, а чемпионат по фоновой ходьбе для обычных граждан, чтобы повысить их физическую активность. Когда появилась вот эта программа, я цель поставил. Раньше какой-то определенной цели не было. Ну, 10, ну, длина, ну, 13 километров. Теперь я стараюсь как бы превышать ту планку, которую я для себя устанавливал раньше. Средние, ну, нахаживали 15 тысяч шагов. Поверьте, это не очень просто, как кажется. Вообще потолок 25, будем стремиться к максимуму, потому что это командная цель занять достойное место среди достойных участников данного соревнования. Соперники сильные, надеюсь. Соревнования продлятся до 15 ноября. Затем Оргкомитет вычислит средний арифметический показатель каждой команды, составит рейтинг и наградит победителей. Дорогу оселят идущие. Тем более, когда есть личная цель, есть главный приз и есть компания. Нелли Харюдинова, Виктор Курмачев, Денис Курдаков, Дмитрий Шолохов. Ямбург. Новую Ренгой. И в завершение выпуска немного о знаменательных датах. В Ямбурге во Всемирный день почты прошла бесконтактная акция открытки почты. Организовала ее служба по культурно-массовой работе «Газпром. Добыча Ямбург. Профсоюз». В обеденный перерыв в любом из четырех жилых модулей жители могли заполнить и передать для отправки родным и друзьям открытки с видами поселка. Получить весточку и добрые пожелания на бумажном носителе в век телефонов и интернета неожиданно и от этого вдвойне приятнее. Небольшой сюрприз в этот день ждал и работница местного отделения. Участники акции вместе с поздравлениями с профессиональным праздником передали ей 200 открыток от ямбуржцев для отправки адресатам. Приветы из Ямбурга улетели в разные уголки России, ближние зарубежья и даже в Великобританию на родину первой в мире почтовой марки. Так как сегодня Всемирный день почты 9 октября, конечно, нас посетила идея порадовать всех наших родных и близких, которые остались там дома на земле, небольшими сюрпризами, открытками от тех, кто на долгих вахтах сейчас находится в поселке Ямбург. Открытка – это старый уже любимый всеми способ общения. И всем будет очень приятно получить в своем почтовом ящике открытку с видом Ямбурга, с нашими животными. И все очень обрадованы такой возможности. И практически все открытки уже разошлись. Это была последняя информация выпуска. А эту и следующие программы смотрите на нашем канале в YouTube. Ссылка на экране. В студии работал Константин Портных. До новых встреч в эфире, конечно же, ЯТВ. Редактор субтитров А.Семкин